Субтитры создавал DimaTorzok И у вас пенсии вообще мизерные То Ротенберги освоили 713 миллионов из бюджета На московских трамваях расследование штаба Навального От 15 ноября заметка Так что можете наверное войти на канал Навального И там все это подробно изучить Московский штаб Навального опубликовал расследование О рынке ремонта московских трамвайных путей И выяснилось, что на протяжении многих лет Компания «Стройсервис» связанная с предпринимателями Аркадием и Борисом Ротенбергами Была единственным участником конкурса На заключение договора по реконструкции трамвайных путей в Москве И выиграла 11 аукционов на сумму 4 миллиарда рублей По оценке авторов расследования Московский бюджет потерял как минимум 730 миллионов Вследствие того, что весь многомиллиардный рынок ремонта трамвайных путей Контролировала семья Ротенбергов Также штаб Навального сообщает, что новые трамваи «Витязь-М» Которые стоили почти по 100 миллионов рублей Сходят с рельс каждую неделю За год было зафиксировано 50 случаев То есть они сходят с рельс Они не годны для употребления Для того, чтобы на них ездить Из-за опасности схода и повреждения трамваев На многих участках их скорость ограничена до 20 км в час А на отдельных участках до 5 км в час При этом мэрия регулярно вкладывает деньги в ремонт и прокладывание путей Авторы расследования считают, что Мосгортранс принимает и оплачивает некачественные работы Из-за компаний-монополиста Но и наверняка они в какой-то доле, наверное Но не будут же они просто так за красивые глаза покрывать Наверняка какая-то доля у них тоже есть Но это, видите, нам недоступна такая информация Поэтому мы можем только смотреть ролики Смотреть чьи-то расследования И отмечается, что 7 месяцев назад на торгах Начала участвовать еще одна компания Инжи Талант Которая также имеет влиятельных владельцев Это первый конкурент, появившийся у строй сервиса Из-за этого цена на аукционе упала сразу на 17% Хотя раньше никогда не снижалась более чем на 0,1% Ну что же, вот такая ситуация у нас с вами На рынке разворовывания бюджетных средств Это рынок разворовывания Кому дадут своровать, кому нет Кому дадут очередной договор, контракт А кому не дадут Ну и, конечно, это должны быть те, кто стоит наверху Из кооператива «Озеро», вероятно Или просто друзья нашего Вальдемара Путина И, конечно, он своих друзей оберегает и бережет Он, конечно, своим друзьям дает хорошие куски Это так А вот разговор о том, что Путин умер в 2007 году Здесь я вам создам еще одну интригу Где я вам расскажу, что Путин жив Я Таня Карацуба, Сиинбургхан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok